И речь сегодня пойдет о проблеме, которая волнует всех, но, наверное, более половины этих всех стесняются, боятся, ну или же просто молчат об этом. Я говорю об облысении. В студии Комсомольской правды врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохос. Ольга, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Я подготовила, ну, огромное количество вопросов, мифов, фактов. Предлагаю все-таки начать с вопросов, а затем попрошу вас прокомментировать в оставшееся время, что правда, а что ложь. Как понять, что настигло неочередное какое-то выпадение несерьезное волос, например, из-за стресса, а что это первые признаки облысения? Она как-то даже, она болезнь, я имею в виду, называется аллопеция, правильно? Ну, это, я бы не сказала, что это болезнь, да, если мы говорим об основной массе людей, когда просто есть выпадение волос, да, и, ну, выпадение волос, потому что слово аллопеция всех очень пугает, и каждый раз, когда приходят, например, спрашивают, доктор, у меня что, аллопеция? Ну, то есть аллопеция, это и есть выпадение волос, да, поэтому есть, конечно, разные виды аллопеции, да, вот, например, гнездная, вот я называю это реальной болезнью, реальной проблемой, и таких, к сожалению, сейчас немало людей, которые страдают именно очаговым выпадением волос. А, то есть вот какое-то пятно на голове, и там именно в этом, в этой локации выпадают волосы. Да, это начинается с очагов, очаг может быть и в любом месте возникнуть, да, первый, как правило, человек его не видит, замечает либо стилисты, либо какие-то родственники. И дальше эта болезнь, она непредсказуема, да, но я не хочу сейчас выгонять в себе какой-то пессимизм, естественно, нужно обратить внимание на то, что если он возник, то вам прямая дорога к трихологу. Почему? Потому что этот доктор может справиться с этой ситуацией, причем самое главное здесь найти причину, почему это возникло. То есть раз прозвучало слово доктор, я тогда уточню, потому что слово трихолог, ну вот тоже, знаете, не самое привычное, не терапевт уж точно, да, врач-трихолог это доктор, врач-специалист, который занимается проблемой волос, или как-то иначе? Врач-трихолог, это изначально его первая специализация, это дерматовенеролог. Да, и только дерматовенеролог, вот по моим понятиям, да, и по тому, что я должна знать, может быть трихологом. То есть специализация перешел на голову и занимается только головой волосами дерматовенеролог? Ну, да, венеролог, как я всегда говорю, у меня карьерный рост, я снизу перебралась наверх. Шутить. Шутить изволите, да. Поэтому, да, я вот лично, да, занимаюсь только лечением волос, и кожей я касаюсь крайне редко, хотя кожа является сопутствующими такими подсказками для того, чтобы понять, почему проблема волос существует у данного клиента. И все-таки я вернусь к первому вопросу. Ну, у человека каждый день выпадает то или иное количество волос. Как понять, что это все-таки не просто очередное выпадение, а начало какой-то проблемы? Вы знаете, как понять, да? Вот есть ситуация, когда это такого хронического характера, и человек вот с годами понимает, что волос у него стало меньше. То есть вообще у человека волос становится меньше с годами, это процесс физиологический, но если вдруг в течение года постепенно человек теряет волосы, не замечая на расческе, да, то и мы будем здесь говорить о каких-то хронических состояниях, да, там, недостаток того или иного микроэлемента, либо там действительно есть над чем задуматься, да, доктору. А есть острое состояние, когда вдруг она проснулась и поняла, что у нее началось выпадение волос. И в большей степени, кстати, вот у женщин вдруг проснулось, у мужчин он постепенный, потому что все-таки как мужчины, так и женщины в равной степени все страдают выпадением волос. Хорошо. Каковы причины тогда облысения? О, причин огромное количество. Но основные давайте пройдем. Основные давайте так. Значит, вы должны каждый понимать, как выпадают ваши волосы. Они выпадают у всех по-разному. То есть у кого-то равномерно по всей коже головы, у кого-то в определенном участке, да, их стало меньше сбоку, там, справа, слева, сзади. Кто-то видит визуально то, что у него на теме потеря такая колоссальная, это видимый момент. И вот отсюда будем плясать по причинам. Но основные давайте так разбираться будем, мы же говорим с народом, да, поэтому мы будем говорить в общем. Значит, на первом месте я всегда сейчас по своей статистике личной, да, ставлю такую проблему, которая связана с кишечником, да. То есть мы всегда должны сейчас обращать внимание на кишечник, да, что он не так работает, функционирует, а как он дает о себе знать. И отсюда уже могут быть проблемы с иммунитетом, да, неусвояемость того или иного микроэлемента. В главенствующую роль в выпадении волос играет железо все-таки, показатель железости. То есть волосы, можно сказать, питаются железом? Они не то, что питаются, да, но вот оно влияет на их рост, да, на скорость роста, на то, на оксигенацию, например, крови, да, это мы берем гемоглобин во внимание. А может человек сказать, если у него густая шевелюра и быстро растут волосы, что у него с железом все нормально, не сдавая анализы на железо, вот это обратный эффект имеет? Ну, тут надо еще нет, ну, возможно, да. А вдруг оно есть, дефицит железа, еще до волос не дошло. Хорошо, ладно, тогда не буду придираться. Да, понятно, значит, кишечник – это проблема номер один, причина номер один, может быть, и его неправильное функционирование. То есть не усвояется тот или иной элемент, который необходим нашей шевелюре. Что еще может быть причиной облысения? Что может быть причиной облысения? Это сегодня опять мы все знаем о том, что очень много людей склонных к каким-то изменениям в образе жизни, в питании. И вегетарианцы, сыроеды, наверное, среди слушателей сегодня есть. Я не хочу к нему обращаться там с требованием. Я могу обратиться только с тем, чтобы они контролировали показатели крови, да, то есть они следили за тем, что происходит, какие изменения в крови. Они потрясающе себя чувствуют, да, им легко, хорошо, комфортно, да, возможно, но показатели крови никто не отменял, и все-таки это имеет такой эффект через какой-то срок проявления. Накопительный. Накопительный, определенно, да. Смотрите, а показатели крови вы имеете в виду общий анализ или какую-то биохимию крови? Ну, во-первых, общий анализ крови вообще никто не отменял, его нужно сдавать всегда, да, раз в полгода каждый уважающий себя человек должен сдать общий анализ крови, заглянуть, что не так. Хорошо. Во-вторых, микроэлементный состав, да, если человек голодный еще и в стрессе, то тут надо смотреть показатели магния, да, меди, там, цинка, железа обязательно. Понятно, таблица Менделеева половина. А скажите мне, Ольга, а чем таким особенным или самым главным из животных продуктов, да, из животных белка питаются волосы? Вот вы упомянули о вегетарианцах. Чего они лишаются в первую очередь, не поедая мясо? Вот, кстати говоря, они всегда думают о том, что они лишаются белка, и у них есть компенсация белком не животным, а растительным. Я согласилась с ними, да, безусловно, но прежде всего они лишаются витамина В12, и вообще группа витаминов В, и группа витаминов В содержится в хлебомучных, да, изделиях, и в том числе в железе их больше всего. Ну и, собственно, они лишаются железа самого, да, но и запас железа по такой показателю, как ферритин, обычно у них... Очень низкий. Очень низкий, да, поэтому здесь нужно смотреть за этим. Хорошо. А может ли облысение передаваться по наследству? Да, конечно, может передаваться по наследству, и есть андрогенетический тип выпадения волос. Это то, о чем думает каждый мужчина, страдающий в выпадении волос, о том, что у него папа лысый, он тоже будет лысый. Ну, то есть это мужчин беспокоит, а женщины не могут посмотреть на папу и подумать, папа лысый, и я тоже буду лысой. А женщины наследуют, ну, вообще люди что наследуют, да, наследуют они цвет волос, они наследуют качество волос, то есть тонкие или толстые, да, они наследуют количество волос, они наследуют скорость роста волос, они наследуют фазу роста волос, то есть она может быть 6 лет, а может быть 12. Поэтому те девочки, которые в рекламных участвуют, да, на компаниях по поводу того, что мойте этим шампунь, у вас будут тоже такие роскошные волосы, нет, не факт. А что это значит фаза роста волос, это как понять? У волос есть несколько фаз роста, да, это фаза роста, анаген, фаза катагена, это фаза покоя, и фаза телогена, это фаза непосредственно выпадения волос. Поэтому нам всегда интересна фаза роста, да, потому что вот у меня там перестали расти волосы, это одна ситуация, если они у вас никогда не росли, это другая ситуация. То есть вы унаследовали фазу роста там 4 года, вот 4 года волос растет, и дальше он приходит в фазу покоя, выпадения. А кому-то вот повезло, да, у них там больше, да, и поэтому у них волосы ниже плечи. С другой стороны, какой повезло, привык уже к хорошему росту и к густоте, а потом раз в 12 лет, как полночь, и карета превращается в тыкву, и ты лысый. Ну, скорость роста волос может быть унаследована, да, мы уже договорились об этом, но и может быть сокращена в каком смысле, да, какие-то факторы, влияющие на это. Это, например, снижение гормональной активности у женщин, да, даже эстроген в первую очередь отвечает за скорость роста, за качество, вообще за нашу красоту и молодость. Поэтому на эти показатели тоже нужно обратить внимание, это мы сейчас будем договариваться, да, какие, собственно, минимальные анализы, минимальный такой спектр анализов должен сдать человек, да, в частности, женщина должна еще сдать к тому же. Гормоны. Гормоны, да. Но это уже ближе к менопаузе, я так понимаю. Ну, нет, не факт, потому что если у вас есть какие-то поводы для, в принципе, задуматься, да. То, в общем, именно паузу ждать не нужно. Именно паузу ждать не нужно, а то мы дождемся к 35 годам. А может ли облысение пройти само по себе без лечения? Ну, облысение само по себе может наступить без лечения. Ну, это мы понимаем. А пройти, конечно, идеальная ситуация, если вы обратили внимание на то, что волосы ваши начали покидать в вашу светлую голову, то, конечно, нужно что-то делать, да. Но что делают наши люди? Итак, человек начинает лысеть. Женщина или мужчина? Какие у него варианты лечения? Ну, во-первых, нужно не думать о том, что я вот вся в стрессе, и вот эти волосы покидают меня, да. Нет. Нужно задуматься о том, что стресс – это, вот знаете, там, пятая причина, по которой выпадают волосы, потому что есть спазм сосудов, и вот это возникает, или падение иммунной системы, если стресс очень сильный. Но при этом нужно понимать, что если наступило выпадение волос внеплановое, да, то есть плановое – это как? Вот раньше сезон был, да, там, весной у каждого человека в Советском Союзе выпадали волосы. В Советском Союзе. Да, это было тогда, да. Ну, мы достаточно правильный образ жизни вели, да, и ничего, кроме, там, каких-то ситуаций, я не знаю, со здоровьем, ничего нас и не беспокоило. На сегодняшний день и нету вообще сезонности выпадения волос, нету каких-то, да, там, строгих правил, почему, там, у тебя выпадают волосы. То есть здесь нужно разбираться с каждым. Ну, в общем, к чему, да, всё это? Потому что если у вас начали выпадать волосы, нужно бить тревогу. Прежде всего, выяснить причину. А уже потом начинать что-то делать. Что мы делаем обычно? Я не знаю, начинаем втирать луковый сок, покупать шампуни от выпадения волос и чаще расчесывать, чтобы усилить кровообращение. Вот. Я сейчас с потолка накладала. Отказываемся от фена. А, да, 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 да. Покупаем шампуни Эко, Био и Ежесними. Значит, в худшем случае яйца вход. Там подруга подсказала. Яйца – это худший случай? Яйца – это всегда худший случай, если они не употребляются внутрь. Да, для волос. Много шуток на эту тему. Ну, естественно, что нужно делать? Ну, если есть возможность пойти к врачу, да, не у всех есть возможность, потому что даже врачей не во всех регионах достаточно, трихологов. Ну, а лучше, наиболее такой правильный путь – это пойти к врачу, а дальше уже, если нет возможности, пойти в аптеку. Пойти в аптеку, и там обязательно порекомендуют то, что производят брендовые компании, да, я не думаю, что… Которые занимаются научно выпадением волос. Которые занимаются научно, да, и которые вроде как обещают… А вы сталкивались с тем, чтобы вот эти обещания действительно сбывались, когда человек к вам пришёл бы и сказал, доктор, вы знаете, хочу вас порадовать, вот я лысел-лысел, а купил шампунь компании «Рога и копыт», они вот обещают в каждой рекламе, в аптеку пошёл. И вы знаете, рога не выросли, а волосы начали расти. Такое бывало в вашей практике? Ну, всякое бывало в моей практике, скажу так, да, но вопрос в том, что мы втираем, да, если мы, вот как сейчас, вот хочется людям рассказать о никотиновой кислоте, да. Так, что это такое? Все бегут, несутся в аптеку, втирают себе никотиновую кислоту, которая, в принципе, применяется для других целей, да, усиления кровообращения и… Я только думаю, лошадиный бальзам в ноги втирают, а оказывается ещё никотиновую кислоту. Ну, и не без этого, конечно. Так, хорошо. Поэтому никотиновая кислота, она вот кислота, да, её намерение в другом. Сейчас вот производители, а-ля вот бальзама, да, того, что вы перечислили, тоже подхватили маркетинг и сделали никотиновую кислоту для волос. То есть, наверное, они снизили концентрацию. Смысл этой никотинки в том, что усилить кровоток. Да, согласны, волосы должны питаться, и кровоток должен налажен быть в первую очередь. Но это не панацея. И иногда, когда идёт процесс выпадения волос, усиливать кровообращение вовсе не надо. Потому что усилив кровообращение вы получите следующее. Сальная железа, да, начнёт больше вырабатывать секрета. Фаза анагена быстрее перейдёт в фазу телогена. То есть, фаза роста быстрее перейдёт в фазу выпадения. В фазу выпадения, совершенно верно. Поэтому здесь иногда надо задуматься о том, действительно, что вы стираете, какие показания. И опять не призываю, а прошу обратиться всё-таки к врачам, которые имеют опыт. А если в поликлинике нашей этого в ОМС же не входит, правильно? И в поликлиниках трихологов нет. А если в каком-нибудь маленьком городке, так там и платного трихолога может не быть. Вот кто может заменить трихолога на первой стадии какой-то? У меня всегда вопрос, почему ОМС не лечит волосы? Знаете? Не знаю. Вот ОМС это вообще прекрасная затея для того, чтобы человек мог себе позволить, да, отчисляя там что-то. Ну вот я, например, слава богу, да, я по ОМС ни разу никуда не обратилась. А вот, ну, к примеру, да, я такой человек, да, нейтральный. Вот, а волосы бы я полечила. Но придя к трихологу, трихолог обнаружит кучу проблем, когда нужно посетить врачей по ОМС. А, вот мы и докопались до истины. Конечно. Потому что там по ОМС нужно будет загрузить пол поликлиники одним страдающим выпадением. А это что, смертельно? Идите лысейте, господи! Ну, примерно так, да. Ну, кстати, вот не буду о грустном, но бывает и смертельно, да, волосы показывают о многом. И у меня были случаи в той же, кстати, гнёздной аллопеции, да, о которой мы начали говорить, когда человеку просто волосы показали, чем он болен. Но он даже не подозревал по общему состоянию. То есть такое тоже, может быть, волосы покажут, потому что тебя отправляют по врачам. Так, сдавать анализы по врачам, а потом назначают тебе что? О, таблетки, массаж, я не знаю, там, ну, вы имеете в виду назначают... Йогу! Ну, йогу-то тоже бывает, да, особенно у веганцев и прочих они, да. Вы имеете в виду назначает врач какой? Трихолог? Да. Как лечит трихолог выпадением волос? Вот пока мы до операции не дошли, до пересадки. Смотря в чём заинтересован трихолог. Если он заинтересован вылечить клиента и свою репутацию начни подорвать, да, то он, естественно, докопается до истины, он отправит к сопутствующим специалистам. А, он будет лечить причину? Конечно, он начнёт с причины. Так, хорошо. И есть путь наружной терапии, есть путь разрешения причины, да. То есть я лечу путём, двумя путями, да, там. Отправить там к врачу, к коллеге, который займётся, допустим, кишечником. Эндокринология, да, или кишечника, или прочий мистер. А моя задача уже наружной терапии, я уже подбираю, да. А кто-то, например, просто скажет, да, мезотерапия там она. Хорошо. А вот если действительно человек хочет пересадку волос, а с причиной он не разобрался, он давно уже лысый, и вот тут он захотел пересадить волосы и стать мохнатым, волосатым. Вот такое возможно, давно лысый, вдруг станет волосатым. Ну, если он давно лысый, и вдруг он решил поменять образ жизни, я всегда предлагаю задуматься, вдруг вас не узнают, да. Ну, мотивация разная. Всё-таки пересадка волос – это радикальный способ изменить себя. Себя и свою внешность. Прежде всего. Ну, есть случаи, когда есть пересадка волос, да, у категории вот сейчас всё чаще и чаще, когда они это делают не тогда, когда он уже лысый, а когда реально формируется такой... Ну, темень очаг. Да, лысина такая. Её можно, конечно, способом радикальный... А вот пересаживают откуда? Ну, пересаживают в донорской зоне. Донорская зона обычно у нас находится на затылке. Так она не облысеет, когда с неё возьмут? Она не облысеет, она поредеет. Поредеет. Сейчас очень много способов незаметной абсолютно пересадки. Но вопрос в том, какая у вас донорская зона и какая зона облысения. Ну, здесь всё как у Ленина. У него что же, веночек из волос, да, и большая достаточно зона? Нет, это невозможно, конечно, и... Потому что слишком большая зона облысения. Да, слишком большая. А нельзя с рук взять? Мужики, они же волосатые. Ну, так это разные волосы. Есть пушковые волосы, есть длинные, да, и... Что-то меня огорчили сейчас разные волосы. Волосы, они и есть пушковые. Грустно как-то получается. Хорошо, но тем не менее, если есть достаточно донорской зоне волос, вот действительно, даст ли эффект операция? Это действительно сейчас такой способ, который существует давно, он уже отработан, и с успехом проводятся эти манипуляции, и они действительно, волосы носятся и обратно не выпадаются. Они обратно выпадаются. Вся грусть в том, что... Кто в основном, да, делал пересадку волос? В основном это мужчины. Женщины в случаях, если пересадка в рубцы, вот рубцовая форма, да, лапецы, шрамов, еще что-то, да, в основной массе делают пересадку мужчины. И их сейчас такое количество, когда открылись ворота одной стороны, да, и по, извините меня, там по 2000 евро можно себе позволить пересадку сделать, только видели бы они, в каких часто условиях это проходит. То есть прекрасно понимают мужчины, что у них за причины, да. Это андрогенный взрыв гормонов, да, это гормональная история, либо наследственная. Поэтому рецепторы же не спят, да, они там через 5 лет опять начинают пушевать. Ну, нельзя как-то там таблетками утихомерить, чтобы я 2000 евро грохнула на операцию, а сейчас мои гормоны мне жизнь испортит, и деньги мои спустят куда-нибудь в трубу. Ну, кстати, это повышенный фон гормонов, это ничего плохого. Ну, подуспокоить их. Ну, подуспокоить можно только двумя способами. Либо пить таблетки, либо... Что, сексом заниматься? Да, регулярно. Говорите об этом. Я говорю, вы знаете... У нас демография ниже дна, она пробила его уже. Я об этом говорю, но и некоторые говорят, что вообще каждый день. А что вообще, занятие, ну, активная сексуальная жизнь, она влияет на качество волос? Смотрите, где активная сексуальная жизнь, а где волосы, да? Совершенно верно. Пол и потолок. Ну, активная сексуальная жизнь вообще влияет не только на волосы, да? На общее состояние организма. Это позитив, это гормоны, это все бьет ключом, ты хочешь жить. Но сейчас с этим, конечно, тоже, я так полагаю, дефицит. Соглашусь. Поэтому, может быть, это тоже одна из причин. А может быть, ее нужно поставить на второе место, да? Почему такая катастрофа с волосами у народа? Их все меньше и меньше. Нет, ну, говорят, было исследование, я даже читала о нем, что мужчины лысые, они считаются очень сексуальными. Они мужественные, сексуальные, и это признанные, опубликованные результаты. Социологи проводили. Ну, я встречала и не лысых, очень сексуальных, поэтому тут вопрос, да? Мы сейчас о лысых, забыли волосы. Я думаю, что, наверное, в какой-то момент этот человек, который полысел, мог бы спасти свои волосы и не уходить, чтобы потом не хвастаться, насколько он хорош. То есть он просто, наверное, редко это делал в свое время. Вот этот блог я хотела бы посвятить, знаете, фактам и домыслам. Вот в виде такого дайджеста. Я вам факт, а вы мне домысел это или реально факт? Скажите мне, пожалуйста, Ольга, подстригание волос способствует их росту? Мне всю жизнь мучили. С самого детства ждали полную луну или на рождающийся месяц. Я всю жизнь так же это путала. И подстригали кончики. Мол, расти будут лучше, но не зря ж народ замечал. Вот вы как врач-трихолог. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, знаете, данный аспект прокомментирую с разных ракурсов. То есть, во-первых, каждая женщина ощущает счастье после того, как она пострижется. Серьезно? Нам становится легче, мы как-то вдруг что-то произошло. Это факт. Почему? Потому что волосы, как говорят некоторые эзотерики, хранят энергетическую информацию. Я соглашусь, потому что после того, как я подстригаюсь, я тоже себя комфортно чувствую. С одной стороны, вы врач, да, нормальный ученый, а с другой вот с эзотериками. Ну, ведь много же непонятного в жизни. А приходится, знаете, почему? Потому что люди разные. Они приходят к тебе как к врачу, да? А в итоге они... Говорят, доктор, я близнецы. Мне нужна операция при полной луне. И вот чтобы у вас была фаза анагена в этот момент, потому что рука тогда легкая будет. Кстати, при пересадке фаза должна быть анагена. Ну, вы понимаете, как я попала? Да, вы молодец. Я попала. Стрижка не ускоряет рост. Не ускоряет. Мёртвая зона это всё-таки волосы. Это волосы, что выросло, то выросло. Естественно, стрижка что делает? Она как бы оздоравливает внешне. Вот эти сечёные кончики надо подстричь. Всё равно, как бы, волосы растут, они становятся хуже качества на кончиках. Поэтому вот эта стрижка, она лишь скрасит, изменит. То есть психологически воздействует на вас положительно. Следующее. Если массажировать голову, ваши волосы будут расти быстрее. Ну, мы уже даже упоминали об этом действии, что усилим кровоток. Ну, вот ещё, знаете, Рапунцель. Чем занимаются Рапунцель одинокими вечерами в своём замке? Никто не знает, а я журналист разузнала. Всё-таки вы туда проникли. Чешет свои волосы. И всё-таки есть доказательства, что если я буду массажировать, массировать, то у меня как пойдёт рост. Вы знаете, в этом вопросе есть у меня один ответ. Надо правильно мыть голову. Почему? Потому что многие встают под душ, и вот это он течёт, она там что-то помыла, он там что-то помыл, да? А вообще правило гласит, что нужно мыть голову, опустив её вниз. Серьёзно? Да, потому что мы усиливаем кровоток, и массирующими движениями, втирая шампунь, промывая кожу головы, мы осуществляем массаж. Кто каждый день моет голову, тот способен каждый день делать массаж. Кто раз в три дня моет голову, тот раз в три дня, но его получится. Это некий массаж, этого достаточно пяти минут помассировать кожу головы. Конечно, это хорошо. А кто реже моет голову, чем раз в три дня и раз в неделю, ну вдруг, вот так сказать, волосы и то, что на них оседает, ну просто грязью не хочется это называть, это какая-то особенная субстанция, оно как-то вредит волосам? Или просто неэстетично? Нет, нет, нет. Вот давайте, частое мытьё вредит волосам, и редкое мытьё вредит волосам. Вот редкое мытьё вредит волосам. Почему? Почему? Потому что, извините меня, вот эти все скопления, кожное сало выделяется, выделяется. Пыль, да, всякие частички кожи. На неё пыль осядет, осядет, грибок размножится, размножится. Просто ещё состав, как бы, нашей крови разный. Перхоть это уже потом, да, как постфактум. Всё-таки это личная гигиена. Ну, вы знаете, у меня был такой один клиент, и я ему спрашиваю, как часто моете голову? Он мне говорит, каждый день. А вы? Он меня спрашивает. Я говорю, я раз в три дня. Что? И вот так это удивило. То есть все мужчины практически моют каждый день. Но они становятся под душу, и очень быстро она у них сохнет, поэтому для них нет проблем. Это не проблема. А нам, извините, уложиться, причесаться, ещё детей накормить, там, поесть, приготовить. В принципе, да. Сейчас наша программа перейдёт в стадию домохозяйки. Аля, да. Ну, так я к чему? К тому, что мыть голову надо столько раз, сколько это необходимо. Если даже вы привыкли каждый день мыть, да ради бога, мойте это лучше, чем не мыть. Но шампунь должен отличаться для мытья каждый день и для мытья, когда реже. Ну, шампунь должен быть правильный, да, он должен чисто мыть голову. Иногда вы подберёте такой шампунь, что вам не придётся каждый день мыть голову. А скажите мне, пожалуйста, шампуни, где их нужно покупать по правилам? В аптеке, в специализированных, в каких-то магазинах косметики, профессиональной, допустим, в том числе. Или можно зайти в супермаркет «Четвёрочка» и купить там спокойненько себе какой-нибудь шампунь. Шампунь, да. Я понимаю сейчас, знаете, законы бизнеса таковы, куда поставишь на полку, в смысле, и радуйся, ну, от производителя, да. Поэтому вот приоритет, где покупать, я не скажу вам честно. То есть надо просто подобрать свой. Есть компании, которые профильные в производстве шампуней правильных, да, лечебных. То есть они специализируются на том, что не масс-маркет производить, а именно профессиональный. А чем плохо масс-маркет? Там вон лесовец как покажет, какой волс может быть, или какая-нибудь ещё звезда. Ох, сразу хочется. Он же тоже не просто так это показывает. Я ему тоже не показала. Было бы что, как говорится. Ну, масс-маркет есть масс-маркет. Это, естественно, дешёвое сырьё. Там меньше каких-то хороших веществ, да? Ну, конечно, да. Всё, я поняла вас. Скажите, пожалуйста, Ольга, перхоть может быть причиной потери волос? Перхоть может быть причиной потери волос в том случае, если вы часто используете шампунь против перхоти. Потому что в них содержатся такие вещества, как, например, кевзол, кетокинозол. Мы говорим о действующих веществах, да? И они, конечно, на что влияют, прежде всего, на местный иммунитет кожи. И они убивают этот грибок, да, убивают этот грибок. Они убивают не только там вредные, да, бактерии, но и полезные. Поэтому... Это как антибиотики в желудке. Ну, конечно, это есть пагубный такой момент, да, который... А у кожи есть иммунитет, да? На что он влияет? Да на всё. Даже на жизнедеятельность волоса внутри фолликула влияет иммунная система. Так. В домике, где откуда растет волос, своя жизнь. И эта жизнь бурлит, да. И если нарушить какие-то моменты, связанные с внутренним, да, с содержанием этого фолликула, то мы имеем, конечно, выпадение волос, как побочный эффект. И тут ничего не сделано. Регулярная смена шампуней может привести к облысению. Это вот утверждение. Вы опровергнете его или согласитесь? Вы знаете, я недавно в одной передаче как бы получила, засветилась, да, если бы знала, честно признаться, не стала бы давать никаких комментариев. На РЕН-ТВ пригласили про инопланетян? Ну, сейчас много каналов, которые, да, там, публикуют. Я не знаю, если, мне кажется, слушать телевизор, то можно не есть, не спать, не мыться, не ездить, не летать, но и шампунем мыться точно. То есть они там такое развели. Да нету проблемы волос от шампуня. Почему? Потому что кожа – защитный орган. Она ничего не пропустит. Опять же, мы говорим о иммунитете кожи, да, для чего он нужен. Чтобы кожа выполняла свою основную функцию – защиты. И нет шампуней, которые не производятся по ГОСТам, нет производителей, которые будут производить. Есть подделки, да, где там подпольно что-то делают, я соглашусь с тем, что вот этого нужно бояться. И что больше всего подделывают? Масс-маркет. То, что рекламируют. Поэтому то, что рекламируют, осторожнее покупайте, да. А то, что вот мало рекламируют, то, да. И шампунь, по сути, шампунь, он не влияет на выпадение волос, и не надо его бояться. Потеря волос не может произойти, случится у молодых людей. Потеря волос может случиться даже у детей до 12 лет. И потеря волос – это такой момент, выпадение волос не то, что не щадит никого, да. Ведь проблемы в организме могут быть у каждого, и у подростков особенно. Сейчас, когда подростки ведут такой неправильный образ жизни в плане питания, да, упрямства, это у нас раньше было, да, там, завтрак, обед, ужин. Да. А сейчас… Да, все там по ГОСТу приготовили. Сейчас газировка, чипсы. Сейчас вот этот беспредел, который творится, да, плюс эти вредные привычки, их плюс они все в нервах, в стрессах. И, естественно, это влияет на что? На волосы. Ну, а как же вот эта связка волосы с гормонами связана? Поэтому, наверное, у ребенка восьми лет вряд ли будут выпадать волосы. Какие там гормоны? У ребенка восьми лет могут выпадать волосы. Почему? Потому что он, например, заболел ангиной, ему провели курс антибиотиков, и это повлекло за собой, что нарушение стороны кишечника, иммунитет, пол, волосы выпадают. Понятно. У ребенка может быть что восьми лет? Он погладил кошку, извините, у них дома живут собаки, кошки и прочие животные, но кошка как рассадник паразитов, я всегда об этом говорю, это что? Это паразитарная флора кишечника. Вот вам ребенок восьми лет, который может страдать выпадением волос. Хорошо. Мытье головы в холодной воде, сейчас скажу такое, предотвращает облысение. Мытье головы в холодной воде. Интересный момент. Я бы так сказала, полезно закончить мытье волос прохладной водой. А раствором уксуса ополаскивали для блеска? Ну, это испокон веков нормальная затея. То есть нормально, да? Не зря я мучилась от воли. Шампунь-щелочь, нет, не зря. Шампунь-щелочь, он и раскрывает чешуйки, а уксус-кислота. Бальзам на чем все основаны? На кислотности. Вот, кстати, про бальзам. Бальзам-кондиционер, он полезен, его действительно правильно наносить после шампуня, но только не на корни. Или это все просто, чтобы мы денег больше потратили? Нет, это вполне логичный продукт, да, который необходим, я считаю. И, естественно, если у нас у всех, у каждой второй точно окрашивание волос, да, у каждой пятой там наращивание волос, у каждой там еще какой-нибудь, да, там еще что-то. Поэтому кондиционирующий эффект с помощью кондиционера бальзама, он необходим. Если вырвете один седой волос, то в результате мы получим множество седых волос на голове. Это правда? Ну, если один седой волос появился, вряд ли заметим, да, но вот это вот выдирать щипцами для того, чтобы избежать последующей, это, конечно, все бесполезный номер. Но не вырастает там за один, один к десяти не вырастает в такой последовательности? Нет, главное обратить внимание, в каком возрасте у вас началось поседение волос, да. И что это значит? Раннее поседение, то здесь нужно смотреть, либо это наследственный факт. А раннее-то во сколько лет? Ну, бывает, у меня обращаются и в 16 лет. Ага. Ну, при этом, когда спрашиваю, мама как? А, ой, мама тоже рано поседение. То есть, или это наследственное, или это что-то причина. Или это дефицит меди. Понятно. Да. Ну, что ж, на меди мы и закончим. Золотые слова воскликнет кто-то и правильно сделает. Спасибо врачу-трихологу, основателю Евразийской трихологической ассоциации. Ольга Кохас сегодня была в эфире Комсомольской правды. Благодарим.